Что для вас значит ноль? А для меня? Ну, я часто получал именно такую оценку в школе за домашнее задание. Но неужели вы думаете, что эта цифра ничего не значит? Да, я тоже заблуждался, пока не представил мир, из которого на один день убрали ноль. И если хотите помочь мне разрешить одну суперсложную математическую задачку, не переключайтесь. Мир без ноля. Вы, возможно, удивитесь, если я скажу, что ноль существовал не всегда. Да, мы жили без него. Ну, по крайней мере, без самого понятия ноля. Эта цифра была введена в обиход в Индии в V веке. Ее изобретение было тесно связано с древней традицией страны – нирваной. Этот термин индийцы используют для обозначения абсолютного спокойствия и отсутствия каких-либо тревог и желаний. Еще в древние времена они обозначали пустоту привычным для нас кружком и звали его Шунья. Изображение нуля символизирует жизненный цикл, его еще называют «змей бесконечности». Да, ноль для индийцев также означает бесконечность. Мы еще успеем поговорить об этом концепте. Чуть позже революционную идею переняли арабы и включили в свою систему исчисления, которую все мы используем до сих пор. Но почему человечеству понадобилось так много времени, чтобы понять важность нуля? Ну подумайте сами, вы не наблюдаете его каждый день. Можно увидеть трех птиц, сидящих на ветке, или двух пчел, летающих над вашей газировкой. Но не ноль. Как можно разглядеть отсутствие чего-либо? Никак. Мы не задумываемся о том, чего не можем воспринять, даже несмотря на то, что ноль чрезвычайно важен. Жизнь без нуля. Мы прошли очень долгий путь со времен V века, целых 16 веков. Ноль приобрел бесчисленное множество применений, и без этого базового понятия современный мир выглядел бы совершенно иначе. Вашей первой мыслью возможно было бы то, что без нуля невозможно посчитать числа больше 9 или меньше 1. Ведь в числе 10 есть ноль, верно? У нас вообще не будет счета. Не будет дробей меньше единицы, таких как 0,008 и больше 9, таких как 9,01. Системы исчисления и измерения без нуля не будут иметь никакого смысла. Так что можете попрощаться с компьютерами. В мире без нуля вам не удастся ни полистать соцсети, ни поиграть в онлайн-игры, ни посмотреть видео на ютубе. Основой любой компьютерной программы является двоичный код, а состоит он из нуля и единицы. Кстати, забудьте о телевизоре, зарядке гаджетов, подогреве еды в микроволновке и даже о включении света. Как же быстро, однако, мы вернулись в темные времена. Без нуля невозможно рассчитать электричество. Больше никаких фильмов о Бонде или даже кинотеатров. Проекторы работают, показывая 24 кадра в секунду, а вести отчет нужно с нуля. Но не стоит унывать. Ведь теперь, вставая на весы, не нужно мечтать о том, чтобы число магическим образом становилось меньше. Ни размеров одежды, ни подсчета калорий больше не существует. Кстати, а как врачи будут проводить медосмотры? В мире будет отсутствовать понимание веса и роста, а всё электронное оборудование, установленное в больницах, станет бесполезным. МРТ, рентген, электрокардиографы. Мы даже не сможем померить частоту пульса. Без нуля наступит хаос в транспортной системе. Вы не сможете заправить машину, ограничение скорости не будет значить ровным счётом ничего. Ведь оно указывает, насколько быстро вы движетесь относительно нуля километров в час. Нулевой меридиан, долгота которого равна нулю градусов, не будет значить абсолютно ничего. Следовательно, и современная навигация тоже. Самолёты и корабли станут абсолютно бесполезными. То же самое касается и GPS. Как можно измерить расстояние между двумя пунктами без отправной точки? Кстати говоря, спутники тоже перестанут работать, потому что они используют двоичный код. Если люди не смогут путешествовать, города станут полностью изолированными. Скорее всего, мы вернёмся к временам конных упряжек и бумажных карт. Хм, а давайте добавим немного позитива и представим, что стакан всё-таки наполовину полон. Хотя без нуля мы никак не сможем отмерить содержимое стакана. Как насчёт того, что будильник больше никогда вас не разбудит, и вам не надо будет ходить на работу, расписание и деньги тоже ничего не значат. Ой, погодите, ну тогда и магазины закроются. Не будет никакого смысла в ценниках, а морозилки и холодильники, в которых хранятся скоропорчащиеся продукты, перестанут работать. Вам, скорее всего, придётся поднаторить в ведении сельского хозяйства и стать полностью независимыми, потому что в мире без нуля перестанут существовать целые экономические системы. Современная математика, геометрия, физика и другие точные науки просто-напросто исчезнут. Вообще-то мы даже не сможем определить время. Пропадут все даты и года. Вы даже не сможете отметить собственный день рождения и не будете знать, сколько вам лет. И это подводит нас к последнему пункту. Философский вопрос. В нумерологии ноль – это начало всех начал. Фактически он символизирует первопричину всего сущего. Да, но как насчёт отрицательных чисел? Они тоже берут начало от ноля. Без такой важной отправной точки вы вообще не сможете продвигаться во времени. Каждый атом, материя и молекула во Вселенной появились из чего-то. И это что-то ноль. Время же отсчитывается от него, верно? Вселенная зародилась после взрыва. И с того момента пространство и время начали расширяться. Без времени не будет ровным счётом ничего. Ни планет, вращающихся вокруг своей оси и кружащихся вокруг звёзд. Ни созвездий или галактик. Всё исчезнет. Ну что, теперь согласны, что ноль – это чуть больше, чем ничего? Конечно, не стоит бояться какого-то апокалипсиса ноля. Мы всего лишь делимся занятными гипотезами. Но даже при том, что отсутствие этого числа прямо-таки пугает, ноль всё же невероятно крут. Чтобы вы поняли, о чём я, вам нужно с головой нырнуть в математику. Невозможное уравнение Вы можете сложить ноль, вычесть его и даже умножить на ноль. Но вы не можете на него разделить. Вы наверняка помните, как ваш учитель по математике всегда делал на этом акцент. Но вы когда-нибудь задумывались, почему? Ведь можно же разделить ноль на другое число. Например, у вас ноль пастилок-жвачки. Да, облом. И пять ваших друзей просят у вас по одной пастилке. Мы делим ноль на пять, выходит ноль. Никто не получит ни одной пастилки, потому что их не было изначально. Но если бы всё было наоборот, и мы поделили бы пять на ноль на калькуляторе, чтобы вышло? Ошибка. Сбивает с толку, согласен. Давайте с помощью одного небольшого исследования выясним, что же такого невозможного и бессмысленного в делении на ноль. Возьмите ручку и листок бумаги и напишите строку из чисел. Начните с нуля, затем пойдёт один, два, три и так далее. Освежим немного наши школьные знания. И вспомним, что такое обратные числа. Это два числа, произведение которых равно единице. Давайте объясню на примере. Посмотрите на число два. Его обратное число будет равно одной второй. То же самое применимо к любому другому числу. Обратное число пяти – это одна пятое, шести одна шестая и так далее. Проще говоря, мы делим единицу на основное число – один, два, три – и получаем его обратную величину. Не важно, какое число вы возьмёте – два против одной второй, десять против одной десятой или пятьсот против одной пятисотой. Обратное число всегда будет ближе к нулю. Оно никогда не будет меньше нуля и больше единицы. А что касается самого нуля, с ним такое уравнение работать вообще не будет. А теперь переходим к моей самой любимой части. Чем число дальше от нуля – три, тридцать два, сто девяносто два, пятьсот, тем ближе к нулю его обратное число – одна третья, одна тридцать вторая, одна сто девяносто вторая, одна пятисотая. А чем ближе обратное число к нулю, тем дальше это число находится от начальной точки в нашей числовой строке. А теперь представьте эту начальную точку. Есть ли число, чьё обратное число равно нулю? Ноль меньше любой положительной цифры, поэтому его обратное число должно быть больше, чем любое положительное число. А какое число больше, чем любое число? Ответ – бесконечность. Именно поэтому нельзя делить на ноль. Результатом будет бесконечность, а это то, чего наш мозг просто не может понять. Ноль и бесконечность, казалось бы, два противоположных понятия, идут рука об руку и оказываются одинаково загадочными. Может, мы не до конца понимаем ноль, но одно мы знаем точно – мы не можем без него жить. Ну как, вы рады, что нам удалось хоть немного объяснить природу ноля? Выходит, он, значит, намного больше, чем ничего. Надеюсь, вы не очень устали? Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот ещё ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok